Раньше Татьяна Вознесенская добиралась до почты около часа. Говорит, шла в обход старого моста, ведь он явно был ненадежен. Теперь же путь сократился и занимает около 15 минут. У самой же переправы давняя история, поясняют местные жители. Ее построили в начале прошлого века, чтобы переходить через технический пруд, который здесь вырыли для нужд местного завода. Мост построили добротный, хороший. Возили на лошадях в претеных корзинах. Корзины грузили до 30 пудов. Вот можете себе представить, какой был мост. А потом уже этот мост чисто стал пешеходным. Люди ходили на работу, с работой. И нам сейчас нужно ходить на почту, в магазины, в Дом культуры. Поэтому он нам необходим. Мы рады и благодарны людям. Предприятие закрылось, и это место забросили. Когда конструкция окончательно пришла в негодность, люди решили, пора ее менять. Первым инициативу проявил Алексей Глотов. Сделать новый мост его попросили местные пенсионерки. Мужчина кинул клич по поселку, и люди стали подтягиваться. Вспоминает, было нелегко. Сваи забивали на замерзшем пруду, а глубина здесь, кстати, около пяти метров. Но тяжелее всего было найти средства на строительство и материалы для переправы. Никого не агитировал, как можно сказать, ребятам предложил, что мы сможем. Да, руки есть, конечно, сможем. Ну и по финансам только, конечно, было тяжеловато. И поэтому клич кинули по местному населению, кто сколько может, кому сколько не жалко, кто посчитает сколько нужным. И начали по чуть-чуть собирать. Когда вышли на мост, в принципе, у нас было 80 тысяч на счету. Конечно, такой суммы вряд ли бы хватило. Когда начинали, сами не верили, что получится, делится Алексей. Но позже подключились и другие жители. Собрали еще около 370 тысяч. А потом я обратился на вагон МАШ. Это наш местный житель. Он давно отсюда уехал. Он генеральный директор Александр Петрович Андреев. Он помог материалам, перила, доска. Он купил, нам привез. Говорит, занимайтесь. И тоже большое спасибо Валерию Адеевичу. Новый мост строили местные мужчины. Дело объединило почти весь поселок. Рассказал один из умельцев Константин Калугин. Это создавалось именно с душой, с подходом местных людей. Сюда с радостью люди шли. Нам стоило один раз сказать, что нужна помощь в разведении моста, в реконструкции. Подтянулось человек 30, это в первый день. Все отозвались, все прекрасно. Да, мы нам обеды готовили. Мы прямо здесь же кушали, горячее приносят. Это прямо, ну не представляете, какие это эмоции. Они нас переполняют до сих пор, когда мы по нему идем. В итоге переправа получилась прочной и на вид долговечной. С гордостью отмечают строители. Они даже оборудовали здесь скамейки и сделали пирс, с которого будут рыбачить. Результат настолько вдохновил местных, что они решили продолжить благоустраивать свой поселок. Вскоре планируют заняться ремонтом подъездной дороги. Михаил Огарков, Алексей Еременко. События дня.